Сабантуй в принципе один из самых старейших праздников. Между прочим, он входит в список нематериальных объектов наследия ЮНЕСКО. Ну а в Саратовской области его традиционно отмечают на берегу Волги, возле поселка Усть-Курдюм. Это национальный татарский праздник, который празднуется по окончании посевных работ. И очень важно, потому что это на самом деле площадка для сохранения, приумножения, укрепления этнической, в данном случае, татарской самобытности. Главной идеей праздника Сабанту является возможность познакомиться с национальным колоритом. Вот, например, здесь можно очутиться в настоящей татарской избе, правильно? Да, в настоящей татарской избе. Вот в старинные времена у нас в центре, как бы, висела колыбелька, это корзинка, это чуе, называется, для изготовления разных блюд. Такого разнообразия национальных обычаев вряд ли где-то встретишь. Рядом с импровизированной татарской избой всех предшедших встречают уже по казахским традициям. Провожая в аутентичную юрту, перед гостями разбрасывают сладости, знак уважения. Шаг вправо и вот мы уже на казачьей станице. Саратовский район по русской традиции встречает всех хлебом и солью. С каждым годом Сабанту и становится все масштабнее и веселее. Вот посмотрите, когда мы вот так объединяемся, все-таки это подпитывает территории. Мы становимся намного сильнее, мы намного успешнее и намного конкурентоспособнее. Чем крепче будут территории, я говорил, с села, с поселения, с маленького муниципального образования, столичная городовка, город Саратова, в целом регион, так крепче будет Россия. Сабантуй в этом году юбилейный. 25-й раз он проходит на территории нашего Саратовского района. Тем более это проходит в год 80-летия нашей Саратовской области. Я думаю, что в следующем году мы еще более приятно удивим и жителей города Саратова, и наших гостей, проводя вот 26-й Сабантуй. У Сабантуя два главных символа. Это угощения, которых здесь огромное количество, начиная от плова по разным рецептам и заканчивая сладостями, среди которых самый популярный чак-чак. Второе, без чего не обходится ни один Сабантуй, это спортивные состязания. Одним из главных развлечений на Сабанту является вот этот вот столб. На него наверх нужно забраться, где прикрепляется приз или вознаграждение. Раньше это были обычно петухи, но в современном мире от этого ушли. Сейчас просто нужно достать платок сверху, а внизу обменять его на ценный подарок. Ну, обычно это дорогая бытовая техника. Не смог скользить слишком. Ну и какой же Сабантуй без борьбы на поясах? Куреш, именно так она называется, приковала к себе внимание не только профессионалов, но и любителей. На площадку выходили и взрослые спортсмены, и совсем маленькие. Раньше по традиции победителям вручали баранов. И забрать такой живой приз можно было при условии, если борец поднимет его над головой. На этих же состязаниях от этой традиции пришлось отойти. Некоторые призы были заметно больше, чем сами спортсмены. Денис Титаренко, Роман Шельдяев, Саратов 24.